Теперь переходим вот к этому, про предел третьей идеи. Ничего не получится. Почему ничего не получится? Потому что когда вы будете брать А большое умножить на Б большое, и вычитать из этого АН и Б, то совершенно непонятно, как это связывать вот с таким образом. Поскольку это важно, давайте попытаемся все сделать. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы А умножить на Б обещалось малого АНМ умножить на Б, так? А при этом, что мы знаем? Мы знаем, что вот это маленькое число, и мы знаем, что вот это число маленькое. Они маленькие. Вопрос. Как эту разность через такие штуки записать? Вопрос. Надо перемножить, а там истекают какие-то еще странные вещи. Получается лишний множитель. Да-да. Переходим. Что мы будем делать? Если вас попросили перебежать куда-то, откуда-то, то можно ехать с пересадкой. Согласно? Поехать с пересадкой. А, Б, минус АНМ, БНМ. Где выделяем пересадку? Мы просто поменяем один из множителей. Смотрите. А, умножить на Б, минус АНМ, БНМ. Я сказал бы мне, какие же множители. Ну, естественно, плюс АНМ, минус АНМ, БНМ. Это правда? Да. Хорошо. Теперь, смотрите, выношу заскопку. Я здесь выношу заскопку БНМ. Что сейчас я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это маленькое. Вот это некое конкретное число. Вот это маленькое. То есть стремящееся. Бесконечно малое. Стремящееся к нулю. А вот это, кто б? Ну, вообще-то разно стремится к нулю. Но, понимаете, здесь тут было все понятно. В общем-то, чтобы нам с вами стало легче, давайте напишем лему и ее докажем. Любая сходящаяся последовательность и ограниченность. Так не и не сходящаяся. А, ну, сходящаяся, это просто то, что она не стремится к бесконечности. То есть, значит, у нас сходящаяся, это значит, имеет конечный регион. Мы начнем и ограниченность. Что? В обратном порядке. Что такое? А, ну, мы можем перегонировать это, чтобы нечаясь. И с конечным другим стороны. В анализе последовательности, что-то направлено в одну сторону. Последовательность, это отображение из натурального ряда в число. Да. Ну, сходящаяся, как вы уже сказали, то, что она сними к какому-то числу, так и ограниченность тоже стремится к числу. Нет, не беда. Последовательность 1, 2, 1, 2, 1, 2 ограниченно и не беда стремится. Если вот мы начали сопоставим целый числ, натуральный, а потом натуральный, а сопоставим в нервный, ну, в натуральный. Я понял. Вы хотите рассмотреть последовательность, когда двойку возводим то в большую степень, то в отрицательную. Да. Ну, типа, мы там идем в большую степень, и вы получите последовательность, которая расходится. Она, ее подпоследовательность сходится к нулю, а другая ее подпоследовательность сходится к бесконечности. Ну, такая последовательность не называется сходящееся. Все. Последовательность сходящегося, если есть такое число, конкретное число, к которому оно сходится. Ну, ограничено, значит. Ну, как минимум, да, ограничено. Минус число, плюс число. Я не хочу здесь заниматься не лекцией, не на красоте математики, а, собственно говоря, потихонечку учить саму математику. Поэтому никакие вот эти слова, что, а у меня здесь все так очевидно, не работают. Пожалуйста, скажите абсолютно строгое доказательство. Сходящий этот, значит, что продлинием, продлинием данной последовательности, предиспределение с конечностями, это было число B. Да. А это наше B. И что? А B это у нас... И чем же она ограничена? Чем же она ограничена? Ну, это же форб, ну, это ограничено. Нужно выйти на стене и доказать. Вот есть теория. Любая восходящаяся последовательность ограничена. Я готов запомнить определение. Восходящаяся это пункт B. А ограниченная это пункт D. Ограниченная это пункт D, да. Вот надо доказать, что из пункта B следует пункт D. А B работает просто. Если верхний B приравняется к нулу, то получается чего? Сходящаяся последовательность необязательно сходится к нулю. Не, ну, просто надо получим выделить. Мы не получим, потому что в пункте B написано для любого C больше. А здесь написано «существенное». Ну, в общем, существует такое, что для любого N. А там только для любого N, начиная с К, как у сайта, это сложно. Понимаете? Сложно. Ровно поэтому я считаю, что изучение важно, как можно раньше учить пневматические анализы. Потому что если вы долго-долго не будете учить, то потом это действительно очень сложно. Если к таким вещам привыкать, то наоборот, постепенно они начинают казаться абсолютно очевидными. Любую вещь легче учить долго. Во время. Не значит, что вы должны каждый день сидеть учить анализ. Но если вот в вашей жизни этот период достаточно долгий, то это гораздо легче, чем если вы попытаетесь за неделю во взрослом состоянии все это выучить. Это во взрослом состоянии все это тяжело. Ограниченное. Значит, надо найти такое число, что все члены последовательности меньше этого числа полом. Ну, если последовательность сходящейся, то бесконечности вы не можете зачитать. Это будет какое-то небесконечное число. Ее максимальное назначение. Собирательный силосовский период. Нет, нужно формулу объяснить это. Надо много его нести. Нет, ничего, я не удаюсь сейчас. Я просто говорю. В формуле В, а перед всем добавим то, что существует единственное В. Такая она. Добавляем все, что угодно. Получится аналогичное с нижней, только еще два формула. Все легче. Тогда мы можем В маленькой перенести в правду и получится. Да, а мы... Вы решили, значит? Нет. Я так, значит, не так. Ну, что, поехали, я вам скажу, то, что мы уже не слышали. Нажимать так. Давайте пишем, что такое сходящаяся последовательность. Последовательность называем сходящейся. Если существует такое число, которое называют принципом В, что для любого положительного числа Х существует такое число К, что для любого числа Х существует как только я больше прав, так сразу АН на ряд минус В по-моему меньше, чем написано. Так, пока все понятно? Все понятно? А вот давайте я сейчас сделаю... Здесь написано для любого... Я все слышу. Для любого. Значит, в том числе и для числа 17. Согласны? Замечательно. То есть я могу написать. Существует такое число В. Что? Существует такое число Х, что для любого натурального н, как только Н больше Х, так сразу АН на ряд минус В меньше 17. Валентин. Но мне вообще-то нужно, чтобы АН на было ограничено. Смотрите, что такое АН. Это АН на ряд минус В и В. Поэтому модуль АН не больше, чем 17 плюс модуль В. Отлично. Но только проблема. Это верно, начиная с числа К, что это значит, значит модуль АН меньше, чем 17 плюс модуль В плюс максимум из... А хотите просто себе лучше? А1, А2 и так далее АКТ. Ну, разумеется, я сейчас уже балуюсь. Потому что, конечно, не обязательно было так писать. Можно было сказать так. Из всех чисел АН, АД, АКТ, выберем максимальный по модуль и сюда напишем. Можно было не складывать с Б, обязательно с Б, по-русиму. Дело не было. Дело в том, что я очевидно решил задачу. А, правильно? Я все члены последовательности ограничил одним числом. Не начиная с некоторых мест, а все. Почему? А потому что несколько первых я просто туда вписал. Их конечное число жёлкало. И неравенство верно для любого нет. Так. Всё понятно? Вон, ничего. И там как? Ну, это понятно. Ну, тогда давайте возвращаться к тому, что мы делаем. А деление мы ещё. Да? Деление по тону, деление сложнее. А сейчас беспределение утромится. Смотрите. Если я хочу, чтобы вот эта разница была меньше, чем репси, мне достаточно, чтобы вот эта была меньше, чем репси, он пополам помогал. И эта пуша была бы меньше, чем репси, он пополам помогал. Согласны? Отлично. А для этого чего достаточно? Ну, смотрите. Если А большой равно ноль, то это просто ноль и всё. А вот если А большой не ноль, то для этого достаточно, чтобы В минус В равное было бы меньше, чем репси, он разделить на два ноль для А. Повторяю. Если А равно ноль, то просто предминут. А если не равно ноль, то находим такое число К, что при всех n больше К, вот эта разница меньше, чем репси на два ноль. И тогда вот это будет помодрой меньше, чем репси на два ноль. Хорошо? Хорошо. Теперь, что здесь делаем? А то же самое с этим. Вот это, значит, ограниченное пошло. Ограниченное, это значит, они все меньше помогут некоторого числа С. Значит, если я допустим, чтобы вот аню саэнное было, начиная с некоторого места, меньше, чем репси делить на два цель, то тоже всё понимаешь. Так, пожалуйста, продумайте вот это, это очень важно. Он называется теорема предель произведения. Если каждая из со множенных стениц к нему числу, то в таком случае произведение стемится к произведению этих чисел. Доказательства при помощи вот такой вот пересадки. То есть мы вписываем слагаемое и его же вписываем с минусом. Всё понятно? Всё понятно.